Президент республики Анатолий Бибилов принял граждан недовольных решениями комиссии по распределению жилья. Несогласные жители республики обратились в администрацию президента для обжалования решений. Анатолий Бибилов подчеркнул, что окончательное решение по выдаче жилья принимает не один человек единолично, а коллегиально. В связи с этим для заключения Анатолий Бибилов пригласил представителей жилкомиссии во главе с мэром города Аланом Кочиевым. В начале встречи президент отметил, что каждый человек получит исчерпывающий ответ. Что я лично преследовал, когда делал такую комиссию, значит, первое, чтобы никто не говорил, что кто-то кому-то деньги дал, я получил квартиру. Если у вас есть факты, что кто-то кому дал или кто-то предлагал здесь сиящую, то я внимательно выслушаю. И будем принимать решения. Но я еще раз говорю, я пока, если мне факты не предоставят, я пока абсолютно уверен, что никто из комиссии не предлагал, чтобы он получил какие-то деньги для того, чтобы кто-то получил квартиру. В любом случае, таких сигналов с 2017 года я не получал. Множество обращений граждан были из-за недопонимания между членами комиссии и людьми. Так, например, Людмила Кочиева обратилась к президенту касаемо жилья своей сестры, которая проживала в общежитии в микрорайоне ЦАРС. Ее временно переселили в однокомнатную квартиру до завершения строительства здания общежития. Но они посчитали, что семье из четырех человек предоставили однокомнатную квартиру. Это и побудило их обратиться к президенту. Азалина Лохова состоит в списке многодетных семей и проживает в однокомнатной квартире. Хочет скорейшего расширения своей жилплощади. На что заместитель мэра Цхинвала, председатель жилищной комиссии администрации города Эндрик Джуэв ей ответил, что многодетные семьи находятся в приоритете. У нас даже на Героево пока есть трехкомнатные. И мы, наш приоритет, это многодетные семьи, так что это быстрее пойдет, чем в вашем доме. Лев Беченов пришел на встречу со своей супругой, чтобы обжаловать отрицательное решение жилкомиссии. Супруги проживают в обветшалом доме в селе Гром. Держат скот, хотят квартиру в городе. Анатолий Бебилов заключил, что нужно отремонтировать свой дом, а не стоять в очереди на выдачу квартиры. Поручил ответственным лицам завтра же посетить супругов для детального рассмотрения ситуации. В 2008 году дом Ливана Плеева был частично разрушен. Его сын проживает за пределами Республики Южная Осетия. Жилкомиссией ему была предложена однокомнатная квартира взамен его недостроенного дома. Однако Лев Евгеньевич выразил свое недовольство, так как в однокомнатной квартире негде будет разместить его сына, если он надумает приехать с семьей. Майя Кудухова является беженкой из Кахетии с 2010 года. Никто из родственников не смог прописать ее дома, а из-за отсутствия прописки ее не могли внести даже в список очередников на получение жилья. В порядке исключения президент Анатолий Бебилов поручил собрать все необходимые документы, чтобы прописать Майю Заурбековну у себя дома. Ну хорошо, а что надо, чтобы она у меня прописалась? Она в любом частном доме может прописаться. Ну в любом частном доме не пропишется, потому что ее просто не пропишут. Ну хорошо, займитесь, пожалуйста, чтобы ее прописали у меня лично. Большинство решений жилкомиссии были обжалованы, и в скором времени ожидающие жилья станут счастливыми новоселами. Марьяна Чочиева, Рауль Кочиев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск. Сегодня.